Наш приезд в Словакию оказался гораздо проще, чем мы думали. Мы слонировали пересадку в Попорде, а оказалось, что у нас наш мини-баз остановился как раз там, где нам нужен, в Крам-Статрах. Вот, поэтому на 2 часа раньше мы уже здесь. В Крам-Статрах. Заказала картофельные пельмешки, так они назывались. По факту это клёцки и сверху ещё сахарная пудра. Очень необычный завтрак особенный. Такие фуникулёрчики ходят в горы, в Татры. В общем, по такой вот тропинке пролегает путь вдоль фуникулёра как раз. Такой, типа, лесочек. Такой подъём, в принципе, не крутой, так что вполне терпимо. По идее, они скоро должны добраться. Ну, чуть больше, чем полпути. Тут такая вот терраса, чтобы отдохнуть. И есть такой тюбинг. Но... Не очень понимаю веселья тупо по... Не по воде, не по снегу кататься. Ну, тут такое есть. Ну, вот Мишка. Хребенок. 1285 метров. Вот здесь вот вид меня уже впечатляет. Там очень красиво. И, кстати, кто стал соскучиться, Баландилина со мной. Снова проверил его звёздный час. Водопад, Средённый поток. Вот водопад, Средённый поток. Там был водопад Средённый поток. Холодная водичка. Холодная водичка. Райнерова хата, первое туристическое укрытие в словацкой части Татр. Такая лазурная водичка. Водопад Обровский. Водопад Обровский. Водопад Обровский. Водопад Обровский. Водопад Обровский. Вот такая бледненькая радуга. Сегодня мы начали восхождение к одной из вершин. Планируем потратить на это практически весь день. У нас не просто путь, дорожку еще и с препятствиями. То над деревьями, теперь под деревьями. Это все непросто. Можно обойти, какая-то хитрая. Ну вот, так мы и справляемся с трудностями. Наш живописный путь. Милые колокольчики. Вот дорога и водопады, где мы ходили вчера. Под таким камням продолжается наш путь. К вершине. Какой хороший. Вот наши Татры высокие. Там виден Попрот. В общем, Словакия в ту сторону простирается. А там за вершинами Польши. И вон там наш пункт назначения. Блин, для меня это казалось невероятно. Пролезть туда. Оказывается, да. Ползем туда. Вроде как туда идти часа четыре. Она кажется так близко. Но я уже устала лезть по этим камням. Ну вот как, как? Это ж так тяжко. Режим нытья у меня, в общем, уже активирован. Я просто офигеть. Я же не ожидала, что придется по камням ползти. Ну вот такой вот путь. Офигеть. 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 Мы почти доползли. Мы почти. Красота. Красота. Офигеть. Офигеть. Прям колокольчиковое поле. Сколько их тут много. В итоге мы вот прямо туда ползем. Прям туда. Уж такой путь проделали. Это ж просто крейзи. А вершина типа там. Но я уже все. Не хочу туда карабкать эти камни. Меня в конец убили. В общем, Нина пошла. А я здесь потусуюсь. В общем, обращаюсь к себе в будущее. Ксения Андреевна, хайкинг это не твое. С этой горы тоже вид неплохой. Мы уже ползем назад. И это... Я просто не верю, что мы вот по этим камням, блин, ползли сюда. И нам сейчас ползти обратно. С ума сойти. В общем, мне кажется, мы вроде прошли самые опасные участки. Хотя, не знаю. В общем, один раз сошли с тропы. Это было очень стрёмно. И, честно говоря, так себе удовольствие по этим камням лазить. Я раздрала себе всю обувь. Вот. Но еще ползти, ползти до города. Горы вдохновляют меня на творчество. И я написала песню про камни. О, эти камни. Вы надоели мне. Вы надоели мне эти камни. Хочу песочек. Уйти в лесочек. И как по пляжу бежать. Короткие ноги. О, мои ноги. Вообще не помощник в этом деле. Они лишь мешают. Такой вот дефектик. Короткие ноги. И горы. Но-но. О, эти камни. О, эти камни. На каждом метре встречаются. Так надоели. Прям ужасно. И короткие ноги. Устали мои. Короткие ноги. И камни. Это сочетание. Убийственное. Поменьше бы камней. И ноги подлинней. И будет счастье в жизни моей. Пара-пара. Пу-пу. Итак. Какие у нас сегодня были цели? В смысле, что мы достигли? Сколько мы прошли к МЭ? 14. Я прошла 14. И я чуть меньше. На километрах. На 600 метров. Ну ты еще спускалась. Ну, значит, на километр 200. А за сколько? Не знаю, не помню Ну ты же следила Сколько мы потратили времени? 12 часов 12 часов Не, мы вышли в 11 Ну да, в 11.50 пока мы дошли А, ладно В общем, а сейчас 8 вечера Короче, 8 часов Но наше самое главное достижение Что мы успели в супермаркет до 8 Уху